Благословен Бог наш, всегда ныне и пресно, и воеки веков. Христос, воскресе измертных, смерти измерт поправ. 19 мая свой рабочий день инспекторы Одинцовского отдела ГИБДД и 10 батальона ДПС начали не на посту, а в соборе Георгия Победоносца. Накануне Дня памяти свидетеля Николая, те, кто ежедневно тратит свои физические и духовные силы, обеспечивая безопасность на наших дорогах, обратились за помощью к небесному покровителю всех путешественников. Труд ваш, он очень тяжелый. И это не работа, как мы всегда говорим, это служение. Служение, которое содержено с огромными трудностями. И человеческими, обычными силами не справятся с этими трудностями. Поэтому мы с вами и призываем на помощь Бога. Вместе с госавтоинспекторами на молебне присутствовали и представители Одинцовского отделения Всероссийского общества автомобилистов. Первые помощники дорожных полицейских в их профилактической работе. Николай Чудотворец – это наш помощник и покровитель в пути и на дорогах. Автомобилисты, они всегда на колесах, они всегда в пути. И иконка Николая Чудотворца у каждого водителя лежит на лобовом стекле. Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Разумеется, инспекторы ГИБДД не ограничатся одними молитвами. Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий в Одинцовском районе, идут по плану. Прежде всего мы хотим предостеречь водителей и всех участников дорожного движения о том, что торопиться на проезжей части ни в коем случае нельзя. Все действия, которые происходят, должны быть обдуманы и аккуратны, и вежливы друг к другу. Многие верующие автомобилисты возят с собой икону святителя Николая. Им кажется, что так безопаснее. При этом в пути они нередко забывают про главные христианские добродетели – терпение и любовь к ближнему. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.